Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вандализм на объекте культурного наследия вызвал бурю возмущений у историков и археологов. Подробности истории у Патимат Ханаповой. Ничего святого именно такими словами характеризует ученые этот акт вандализма. Такого еще в истории дагестанские археологии не было, чтобы на территории кладбища осквернили могилу мусульманского богослова. Черные копатели в недрах наших гор и равнин не редкость. Разоренные курганы, могильники явление частое. Но этот случай, говорят ученые, уникален. Происшедший акт вандализма, который нуждается в жесткой оценке общества. Мы привыкли к тому, что курганы грабят и так далее. Но чтобы мусульманского суфия могилу, который 500 лет назад похоронен в этом селе, чтобы ограбили, такого еще Дагестан не дожил, наверное. Но вот первый случай, видите как. Купольный мавзолей, а именно как его называют, пир де лайчи, является значимым объектом Аглобинского кладбища. Захоронения датируются 14-15 веками. Могила, являющаяся культурным наследием федерального значения, была осквернена и переворочена вверх дном. Данный мавзолей считается самым крупным в Дагестане. Он построен из обожженного, утонченного кирпича. Не знаем, что они взяли, взяли или что-то. Что там начали они. Но я думаю, если прахнитные органы найдут их, может они выяснят, что они там взяли. То, что кто это сделал, даже людьми назвать трудно. Это выходит за все рамки. В настоящее время мы проводим, составим акт технического состояния и материалы направим в прахнитные органы, которые должны выявить, выяснить, кто это сделал и найти этих заумышленников. Как правило, такие мавзолеи в Дагестане сооружались на могилах суфия. У мусульманских ученых и праведников, с которыми, согласно исламу, не принято закапывать клады. Видимо, вандалы об этом не знали и решили, что их ожидают ценные сокровища. Вы знаете, алчность некоторых людей, когда начинают, им кажется, что везде есть и золото, и все остальное, они думают, что клады закопаны. Но можно на все глаза закрывать. Так что мы едим помидоры уже, посажены на этих могилах, на могильниках, поскольку теплицы везде, в Кайкинской работе, в Кайкинской районе, прямо на археологические памятники делают. Можно на территорию кладбищу, чтобы залезли. Впервые практически такой случай. Надеемся на понимание органов МВД тоже. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Дербинский район. В эти дни с рабочим визитом в Дагестане находится представительная делегация Совета Федерации России во главе с Валентиной Матвиенко. Ее первый заместитель Андрей Яцкин накануне посетил одно из предприятий в Кастаюртовском районе, которое занимается первичной переработкой шерсти. Гостя ознакомили с работой всей производственной линии от сортировочного цеха до выпуска самой пряжи. В прошедшем году здесь была осуществлена мойка 350 тонн шерсти, а в этом году планируется принять на мойку 1600 тонн. Руководитель предприятия сообщил, что отсутствие финансирования помешало реализовать планы по реконструкции отдельных производственных помещений, а также создание цеха по изготовлению шерстяной нити. Руководитель предприятия осмотрели предприятия. Понятно, что есть над чем работать, но самое главное, есть компетенции у этого предприятия для того, чтобы создавать шерстяной кластер в Республике Дагестан. Много вопросов связано с оборудованием, много вопросов связано и с конечной переработкой шерсти. Не хотелось бы, чтобы дагестанская шерсть уходила в качестве сырья в другие государства. Все это можно делать внутри Российской Федерации. На это направлена и работа Совета Федерации во исполнение поручения председателя правительства и председателя Совета Федерации. Ну а сама спикер Совета Федерации приняла участие вместе с руководством Республики в открытии Дома танца Лизгинка. Новое четырехэтажное здание вмещает в себя конференц-зал на 120 мест с эстрадой, торжественные и репетиционные залы, музыкальную комнату для оркестра, операторскую звукозаписи и многое другое. Здесь одновременно смогут обучаться народным танцам не менее 500 детей. Напомним, что строительство дома для одноименного государственно-академического ансамбля велось в рамках национального проекта «Культура». И в продолжение темы. Фестиваль Лизгиньки «Я и мои друзья» прошел в Махачкале. Участниками мероприятия стали порядка 500 юных танцоров из разных районов и городов республики. В своих выступлениях они показали все многообразие и колорит национальных танцев. Более подробно об этом расскажет Тамара Самедова. Молодые и харизматичные на сцене Дагестанской филармонии представлено более 20 ансамблей с разных районов республики. Легкость и грация. Переплетение классики и народных фольклорных мотивов. Атмосфера Махачкалинского фестиваля Лизгинки была пропитана невероятной энергией. Свои музыкальные и вокально-хореографические номера представили воспитанники детских школ искусств Дагестана. Безусловно, национальный танец нашей республики передает всю грацию, всю любовь к традициям нашего любимого края. Нужно отметить, что на фестивале принимают участие порядка 20 творческих коллективов и ансамблей, почти 500 участников. И это говорит о том, насколько важно и на каком уровне находятся отношения сегодня к культуре в нашей столице и в регионе в целом. Солисты Дагестанской филармонии и воспитанники детских школ не просто выступали. Они переносили зрителей в мир национальных ритмов и характера. Мне очень понравилось это мероприятие, так как я считаю, что оно объединяет народы Дагестана и не только народы, все, кто сюда пришел. Как вы можете заметить, зал почти полный. Здесь собрались не только местные жители, но и гости республики. Екатерина Акимова и Родион Ковалев приехали из Санкт-Петербурга. Прогуливаясь по Махачкалинскому бульвару, они попали на площадку филармонии. И не пожалели. Я не смогла сдержать слез, потому что гордость нельзя писать словами за то, что происходит в нашей стране. И даже в такое время хотелось бы просто всех поблагодарить. Я бесконечно горжусь республикой Дагестана за сохранение традиций. Такого очень мало встретишь, задумываешься о своих традициях. И так тяжело. Это надо приехать, понять и увидеть на вас всех таких прекрасных, потрясающих людей. За сохранение этих традиций. Это нельзя писать словами. Насколько это круто. Насколько крутые вы. Спасибо вам большое. Хотелось бы выразить огромную благодарность прекрасному городу Махачкала. Мы здесь хоть и недолго, но нам уже все нравится. Мы очень довольны вообще местным колоритом. Потому что все очень гостеприимные, готовы, скажем так, выручить любую беду. Поэтому, да, огромное большое спасибо. Мы относительно здесь недавно, буквально где-то пару дней, были на Сулканском каньоне. Вот тоже очень все понравилось. Поехали как можно дальше в горы, знакомиться с местными. Да, хотим как можно дальше в горы уехать. Поэтому пока что наслаждаемся местным колоритом, скажем так. И музеями. Да. Пришли поддержать своих коллег и старшие выпускники танцевальных школ. Амина Барышева делится, что сама проходила этот долгий путь. И сейчас с удовольствием пришла посмотреть на младшее поколение. Я сама бы закончила самым счастливым детством, будучи солисткой. И сегодня я пришла посмотреть и поддержать своих детей. Они будут у нас танцевать танец Харсет, еврейский танец. Когда ты сама танцуешь, ты окончила ансамбль. И ты вот смотришь на детей, ты переживаешь, каждая клеточка, потому что ты думаешь, блин, он поставил ногу не так, нужно было ведь так. И ты реально переживаешься в сердце. И пришли их поддержать, а дети большие молодцы, и они умнички, потому что я знаю, что такое танцы. Это очень большая ответственность и просто молодцы. Организатором мероприятия выступила мэрия Махачкалы совместно с фондом «Инсан» и компанией «Ирип». Все участники фестиваля были награждены дипломами. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего доставили в село Куруш Хасавюртовского района. Там с 22 по 25 пройдет выставка для всех желающих. Всего на ней будет представлено 36 раритетов. Мероприятие сопровождает и наша съемочная группа. Слово Хамзину Магомедову. Сегодня из Махачкалы в селении Куруш Хасавюртовского района доставили священные для мусульман реликвии. По дороге жители практически каждого населенного пункта выходили на трассу и встречали автоколонну. Реликвии сопровождали представители местной власти, религиозные деятели, общественники и именитые спортсмены. Вот, конечно, вот смотрите, сколько народ собралось. Это объединяет, это радует нас. Вот такие моменты. Очень, брат и сестры, как приятно смотреть. Какая картина. Даже душа радуется. Словно хочу клинц говорить. За этот короткий срок очень сильно преобразовалось село. Особенно мечет. Вот за короткий срок очень много было сделано. Подготовка, как во всех районах, во всех, куда ведут религию пророка Мухаммада, это бывает необычно. Это бывает, как бы, словами не описать. Потому что за короткий срок делается такая работа, которая не делается за 5-10 лет. И это благодать пророка Мухаммада, сразу, пока не приехали, реликвия, это уже чувствуется. Вот это объединение людей с района, с Южного Дагестана, вообще из села все подключились и сделали очень большую работу. Сейчас атмосфера такая, как будто сам пророк Салилас нам посетил нас. Вот такое. Сегодня вечером в центральной мечети Куруши откроется выставка. Она продлится до 25 сентября. Всего представлены 36 реликвий. Это вещи и предметы быта пророка Мухаммада, его семьи и сподвижников. Самая ценная из них – частичка пророка Мухаммада, мир ему, его благословенный волос. Для гостей в эти дни также будут организованы все условия для комфортного пребывания, в том числе и горячий обед. И к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» сыграет второй подряд домашний матч. 23 сентября в 11-м туре первой лиги клуб из Дагестана примет у себя Саратовский «Сокол». Встреча пройдет на же арене в Каспийске. Начало в 16 часов. Напомним, что «Динамовцы» с 18 очками идут на второй строчке турнирной таблицы. В 10-м туре они у себя дома со счетом 3-0 одолели лидера первенства Владикавказскую «Аланию». Ближайший соперник «Махачкалинцев» идет на пятой строчке и имеет в активе на один балл меньше. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Приятных вам выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова